Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. Вместе с вами сегодня я хотел бы поговорить, порассуждать на такую тему, как Дни рождения, подарки. Это продолжение темы Дни рождения и тема подарки. Итак, не все люди отмечают свои дни рождения. А есть люди, это уже, конечно же, взрослые, которые осознанно выбирают в свой День рождения помочь кому-то из близких или нуждающихся. И такие люди, слава Богу, тоже есть. Поэтому Дни рождения, они бывают разными. Не всегда люди отмечают регулярно свои Дни рождения. Не всегда есть у людей повод отмечать Дни рождения. И в том числе и желания, и возможности делать это. Но тем не менее, когда бывают Дни рождения у наших близких, или друзей, или у родственников, или внутри семьи, принято дарить подарки. И условно я хотел бы разделить подарки на три группы. Первая подарки, группа, это вещи. Причем вещи бывают как необходимые, нужные, так и абсолютно ненужные. К примеру, вы дарите человеку, который учится, хорошую ручку. Есть ручки, вы это знаете, которые могут стоить не одну тысячу рублей или не один десяток евро. Вы дарите необходимую книгу, телефон, планшет, может быть компьютер. Вы дарите человеку обувь или зимнюю куртку. И эта вещь нужна человеку. И вы точно знаете, что эта вещь необходима. Но часто бывает, что люди дарят вещи, которые абсолютно не нужны человеку. Итак, вещи бывают как нужными, необходимыми, так и ненужными. И в этом большое различие. Вторая группа подарков, это что-то живое. Это могут быть живые цветы. И они тоже делятся на две группы. Цветы, которые будут многолетними, за которыми надо дома ухаживать. И цветы уже мертвые, сорванные. Которые в течение 10-14 дней будут на глазах увидать и умирать. Думаю, что не ошибусь, что второй вид подарка, умирающие цветы, мертвые цветы, не нужно делать. Это плохая традиция. И прижилась она неправильно. Это приживалось чисто коммерческий подход для тех людей, которые занимались цветочным бизнесом. Следующая группа, это животные, которые живые дарятся людям. Это может быть попугайчик, это может быть рыбки, это может быть котенок, или щенок, собаки. И такое тоже происходит. И тоже нужно знать, а сможет ли человек, которому дарят этих животных, быть настолько ответственным, здоровым, любящим, что он не откажется от них, когда он устанет это делать, то ли по материальным, то ли по физическим причинам. И это, к сожалению, происходит. Следующая группа подарков, это возможности. Обратите внимание, это большая группа. Можно подарить человеку одну или несколько возможностей. Краткосрочную возможность или длительную возможность. И давайте просто пофантазируем и придумаем об этих возможностях. Это может быть концерт. Концерт, который доставит удовольствие этому человеку. Скажем, опера, балет, или приезд к какой-то знаменитости, да, певческой группы, или ансамбля танцевального. Но это возможность увидеть это. Это может быть абонемент, фитнес-центр на год. Это может быть поездка в Париж, Терри, Лондон, Нью-Йорк. Это может быть кругосветное путешествие. А это может быть возможность поехать куда-то на природу и побыть в палатке в выходные дни. Это все возможности. И более длительные возможности это тоже есть. Представляете, вы в состоянии сделать в одиночку или с кем-либо, скоперирующись, подарить человеку возможность обладания дачным участком у реки. Или вы дарите квартиру в Барселоне, или вы дарите возможность учиться человеку несколько лет в Берлине. Это все длительные возможности. И последняя группа подарков, которую бы я тоже выделил, это создание работы, фирмы или бизнеса в долгосрочном порядке. Может даже до пенсии. Представляете, вы дарите человеку возможность или группа людей обладать каким-либо магазином, стоматологическим кабинетом, аптекой, да, или чем-то другим, что этим бизнесом человек может заниматься всю свою жизнь. И все подарки, они делятся на человеческие и Божьи. Бог тоже делает подарки людям. Это правда. Об этом могут многие люди рассказать свои свидетельства, да, как Бог сделал им подарок в жизни. К примеру, одному человеку он мог послать мужа, другому человеку он мог сделать подарок возможности какие-то. И это все даже происходило и на дни рождения в том числе. И у Бога есть тоже подарки. Но в основном у Бога это духовные возможности подарки для человека. И это тоже надо различать. Просуждайте вы на эту тему. Я желаю вам Божьей милости, благодати. До свидания. До свидания.